Говорит, постоянно прижимай свой нафс к земле, унижай, ломай, усмиряй, укращай его, как только он устремит свой взор в сторону высокомерия, заносчивости, желания быть на виду или самодовольства. То есть, как только твой нафс начинает устремлять взор к этим вещам, каким вещам? Высокомерие, заносчивость, желание быть на виду, самодовольство и прочие пороки, также прочих пороков, которые убивают знания, которые уничтожают даруемое знанием достоинства, которые тушат свет знания. Хорошо, как только нафс начинать к этому стремиться, прижимай его к земле, унижай, ломай, усмиряй. Дальше он говорит, чем больше знаний или более высокую должность ты получаешь, тем усерднее придерживайся этого совета. И тогда обретешь величайшее счастье и степень, которой позавидуют люди. То есть, чем больше у тебя знаний, баракалуфикум, тем усерднее ты должен усмирять свой нафс. Как только замечаешь в своей душе ростки заносчивости и надменности, или получив управление над людьми, превосходство какое-то над ними, и ты видишь, что у тебя появляется кичливость и горделивость, то принижай и укращай свою душу, свой нафс, свое эго, ломай спесь нафса, гордыню нафса. Делай все, чтобы избавить душу от тщеславия и от зазнайства. И это приведет тебя к тому, о чем говорит Афса. Приведет тебя к счастью, приведет тебя к великому успеху, возвысит на такую степень, о которой мечтают люди.